Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 3 Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 3 Царство Ого Вассанского Все эти города укреплены были высокими стенами, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных весьма многих. И предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном царем Есивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Но весь скот и захваченные в городах взяли себе в добычу. И взяли мы в то время из рук двух царей амморейских землю Сию, которая по эту сторону Иордана, от потока Орнона до горы Ермона. Сидоняне Ермон называют Сирионом, а Амморей называет его Синером. Все города на равнине, весь Галаад и весь Васан до Салхи и Едреи — города царства Ого Вассанского. Ибо только Ог, царь Васанский, оставался из Рифаимов. Вот Одр его, Одр Железный, и теперь в Равве у сынов Аммоновых. Длина его девять локтей, а ширина его четыре локтя, локтей мужских. «Землю Сию взяли мы в то время, начиная от Арраира, которую поток Орнона, и половину горы Галаада с городами ее отдал я колену Рувимову и Гадову. А остаток Галаада и весь Васан, царство Ого, отдал я половине колена Монассийна, всю область Аргов со всем Васаном. Иоир, сын Монассийн, взял всю область Аргов до пределов Гесурских и Маахских и назвал Васан по имени своему селениями Иоировыми, что и до ныне. Махиру дал я Галаад, а колену Рувимову и Гадову дал от Галаада до потока Орнона землю между потоком и пределом, до потока Иовока, предела сынов Аммоновых. Также равнину и Иордан, который есть и предел, от Кенерефа до моря равнины, моря соленого, при подошве горы Фазги к востоку. И дал я вам в то время повеление, говоря, Господь Бог ваш дал вам землю сию во владение, все, способные к войне вооружившись, идите впереди братьев ваших, сынов Израилевых. «Только жены ваши и дети ваши и скот ваш пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам. Доколе Господь не даст покоя братьям вашим, как вам, и доколе и они не получат во владение землю, которую Господь Бог ваш дает им за Иорданом, «Тогда возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам». И Иисусу заповедал я в то время, говоря, «Глаза твои видели все, что сделал Господь Бог ваш с двумя царями сими, то же сделает Господь со всеми царствами, которые ты будешь проходить. Не бойся их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас». И молился я Господу в то время, говоря, «Владыка, Господи, ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое! Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан. Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне, Господь, полно Тебе, впредь не говори мне более об этом. «Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами Твоими к морю и к северу и к югу и к востоку, и посмотри глазами Твоими, потому что Ты не перейдешь за Иордан сей. И дай наставление Иисусу, и укрепи Его, и утверди Его, ибо Он будет предшествовать народу сему, и Он разделит им на уделы землю, на которую Ты посмотришь». И остановились мы на долине против Беффегора. Продолжение следует...